Здравствуйте! В эфире Ахтубинск ТВ информационный выпуск программы ныне. Коротко о главном. В память о земляках в Ахтубинском районе открыли парту героя и установили мемориальную доску. Современное образование в Ахтубинском районе. Появились три точки роста. До свидания, лето, школа, здравствуй. Расскажем в выпуске, как ахтубинцы отметили День знаний. И обо всем подробнее. В Астраханской области появился новый День трезвости. До этого в регионе их было четыре. День защиты детей, День знаний, последний звонок и 15 декабря. Теперь к ним прибавилась еще одна праздничная дата – День молодежи. Законопроект внес прокурор Астраханской области Сергей Фрост. Инициативу поддержал депутатский корпус на заседании Думы, которое прошло под председательством Игоря Мартынова. Депутат Думы Астраханской области, главный врач областного наркологического диспансера Татьяна Улеско, подчеркнула, что подобные мероприятия, приуроченные к определенным датам, удерживают от спонтанной покупки спиртного именно молодое поколение. Таким образом, подчеркнула парламентарий, молодежь привыкает проводить праздники и важные мероприятия, не принимая алкоголь, а заменяя его здоровым времяпровождением, общением и спортом. К другим темам. В региональном правительстве кадровые изменения. Распоряжением губернатора Астраханской области на должность заместителя руководителя администрации губернатора назначен Егор Угаров. На новой должности он будет курировать работу органов местного самоуправления, общественных организаций, молодежную политику и политику в отношении казачества, а также осуществлять взаимодействие с органами власти Луганской народной республики. Распоряжением главы региона на должность министра образования и науки назначена Мария Шалак. До назначения она исполняла обязанности первого заместителя министра образования и науки Астраханской области. Новый руководитель ведомства имеет богатый опыт работы в сфере образования. Свой профессиональный путь она начала еще в школе с должности младшего воспитателя. В разные годы занимала руководящие должности в системе дошкольного и школьного образования. Руководила отделом образования города Камызяка, а также управлением Министерства образования Волгоградской области. И продолжаем актуальную тему образования. В школе номер 4 в рамках всероссийского образовательного проекта состоялось открытие парты героя Николая Васильева, уроженца Ахтубинска, погибшего в ходе специальной военной операции в январе текущего года. Отметим его имя. Также было присвоено юноармейскому отряду «Патриот», организованного на базе образовательного учреждения. Рассказывает Владислав Лихварь. Понедельник, 3 сентября. Двор школы номер 4 полон учениками. Здесь все с первого класса до выпускного. На импровизированной трибуне руководители района, города, Ахтубинского гарнизона, гости из Астрахани и системы образования и военно-патриотического движения юноармия, родители, одноклассники Васильева Николая Михайловича. Мероприятие началось с поднятия флага России, гимна страны. Право поднять флаг предоставлено лучшим ученикам школы, Дарине Мухановой и Артему Лохнову. Открыл торжественный митинг директор школы Светлана Королева. Сегодня наш юноармейский отряд получит имя выпускника нашей школы, героя Российской Федерации Васильева Николая Михайловича. Коля сам был юноармейцем, и поэтому такая идея в нашей школе зародилась не случайно. Он представлял нашу школу на районных, на областных, на всероссийских соревнованиях. И он этому делу, начатому в школе, решил посвятить всю свою жизнь. Вот память героя мы сохраним в названии нашего юноармейского отряда. Короткие строки из биографии героя. Родился Николай Васильев в Ахтубинске 20 июня 1978 года. С 1 по 10 класс учился в школе номер 4. В классе был одним из самых маленьких, но упорно занимался физическим развитием. А потому в классе мало и кто из ребят мог соперничать с ним в силе и ловкости. И в том, что юноармейский отряд средней школы номер 4 был одним из самых лучших в военно-патриотической игре «Зарница» в районе и области. Это и большая заслуга Николая Васильева. У него была мечта стать военным. А конкретно поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова. И мечта его в 1995 году осуществилась. Коля с первого раза поступил в это училище и стал одним из лучших его курсантом. В завершении школьного митинга руководитель штаба Астраханского регионального отдела юноармии Павел Мамонтов вручил директору школы Светлане Королевой сертификат о присвоении школьному юноотряду «Патриот» звания Героя Российской Федерации Николая Васильева. Далее мероприятие продолжилось в фактовом зале школы, где состоялось открытие парты героя. Зал был полон, и началось открытие с необъявленной минуты молчания. В зале была полная тишина. Все смотрели на обычную парту, накрытую красным кумачом, на которой лежал букет красных гвоздик. И не верилось, что за этой партой уже никогда не сможет сесть Коля Васильев, навечно ушедший в историю своей школы. О своем однокласснике рассказывали его друзья, первые учителя. Ученики школы слушали их, буквально затаив дыхание. Это тот человек, с которым просто невозможно было поругаться. Он настолько был светлый, открытый и добрый человек. Большого человека, несмотря на его маленький рост, на невысокий рост, видно сразу. У него всегда была мечта поступить в Рязанское десантное, об этом знал весь класс. Он готовился, ему очень помогал Александр Константинович. Тогда был у нас такой учитель, Алексей Александр Константинович, учитель по начальной военной подготовке. Их можно было встретить в городе, их можно было встретить в школе, их можно было встретить на стадионе. Такой большой казацкой внешности Александр Константинович, прошедший Афган. И маленький, шустрый Колька Васильев. Коля шел к своей мечте, реализовал ее. Ребята узнали в этот день, как бывший ученик их школы совершил настоящий подвиг во время специальной военной операции. Спасший ценой своей жизни в неравном бою с неприятелями своих подчиненных. За этот подвиг гвардии майору Васильеву Николаю Михайловичу было присвоено 17 апреля 2023 года звание Героя Российской Федерации. Посмертно открыть парту Героя попросили родителей. Это парта, в которой будут сидеть отличники. И почетное номинование отряда станут для ребят еще тем важным пунктом, для того, чтобы они понимали, что цель и задача специальной военной операции – это в первую очередь освобождение народа в Донбасс. Поэтому мы всецело стараемся поддерживать подобные акции. Уже шестой отряд юно-армейский присваивается почетное номинование. И я думаю, что эта практика будет продолжена. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ Продолжаем выпуск. В Ахтубинском районе установили мемориальную доску Герою России Евгению Козловскому. Церемония открытия памятного знака прошла в школе села Покровка, где военнослужащий проходил учебу. В память о земляке на базе образовательного учреждения также открыли уголок Героя. О том, как это было, смотрите далее. Евгений Козловский, уроженец села Покровка, Герой Российской Федерации. Это звание ему было присвоено посмертно. Военнослужащий погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Он командовал разведывательно-десантной ротой мотострелковой бригады Северного флота, которая участвовала в боях в Харьковской области. В критической ситуации капитан Козловский был вынужден вызвать огонь на себя. Об этом ребятам Покровской школы рассказали на митинге, в рамках которого состоялось открытие памятного знака, посвященного Евгению Козловскому. Нам всем надо быть на него похожим. И если нам ставится какая-то задача по жизни, выполнять ее с честью. По крайней мере, образец у нас есть. Со словами благодарности за достойное воспитание сына к родителям Евгения, Светлане и Валерию Козловским, в этот день обращались также представители Ахтубинского гарнизона, духовенство и другие гости мероприятия. На протяжении всего митинга звучали стихи, которые написал сам Евгений Козловский в годы учебы. Его близкие отмечают, мужчина длительное время увлекался поэзией, играл на гитаре. Поэтому в память о нем мама Евгения подарила школьной библиотеке сборник его стихов. Женя, как ученик, был замечательный. Он откликался на любую мою просьбу. То есть он участвовал во всех мероприятиях. Он и спортом занимался, он и стихи писал. И в классе они очень дружили. То есть сам по себе класс этот был очень дружный. Вот они были у меня самые первые. Это как пришла в школу, это был мой самый первый класс. У меня в этом году девятый класс. И я буду их все время нацеливать на то, что нужно вести себя, учиться. И вообще в жизни нужно вести, как Евгений Козловский. То есть для нас он является примером. В этот день присутствующие также почтили минуты молчания память всех погибших при исполнении воинского долга. А после возглашили цветы к мемориальной доске Евгения Козловского. Памятный знак занял место на фасаде его родной сельской школы. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Тем временем неравнодушные жители Ахтубинского района продолжают передавать гуманитарную помощь землякам, участвующим в специальной военной операции. Так на днях связанные своими руками маскировочные сети, генератор, продукты питания, одежду и другие вещи направили на линию соприкосновения жителей села Удачных. Об этом на страницах в социальных сетях сообщила администрация муниципалитета. Было отмечено, что передать гуманитарную помощь могут все желающие. Ее сбор все также проходит сразу на нескольких площадках в администрациях города и района, городском доме культуры Речников, культурно-досуговом центре, а также на базе местной организации «Боевое братство». Идем далее. Первоклассников Ахтубинского района посвятили в движение первых. Мероприятия были организованы в рамках фестиваля «Движ». Посвящение в первые состоялось в четырех школах Ахтубинского района. Торжественные линейки прошли на базе школ номер 4, 6, 9 и 11. Отметим, в этих школах с 1 сентября также появились общественные пространства с символикой российского движения детей и молодежи. В ходе линейки в школе номер 11 поселка Верхний Баскунчак детям, которые только начали свой школьный путь, рассказали о движении, его роли для становления личности. Особенным моментом стало исполнение гимна Российской Федерации, который дети пели хором. С приветственным словом к самым маленьким ученикам обратились председатель местного отделения движения первых Светлана Аландарева и директор школы Жумазья Утешева. Отметив, что они будущее Ахтубинского района, а может и страны. Главное для них сегодня учиться на пятерке и активно участвовать в мероприятиях. По итогу мероприятий самым маленьким участникам была вручена сувенирная продукция от движения первых. И продолжаем школьную тему. В День знаний в Ахтубинском районе открылись центры «Точка роста». В текущем году обновленные учебные классы появились на базе трех школ номер 3, 8 и 9. Там ребята смогут углубленно изучать химию, биологию, физику и робототехнику. Подробнее об этом в нашем следующем материале. В школе номер 3 настоящий праздник. В ее стенах открылся центр «Точка роста». Он призван обеспечить высокий уровень образования, а также дать равные возможности для обучения всех детей, вне зависимости от места их проживания. Сам центр состоит из двух кабинетов – химико-биологической и физической лабораторий. Примечательно, что в классах «Точки роста» будут проводиться не только уроки, но и занятия в рамках внеурочной деятельности, например, тематические кружки. В этом году мы открыли «Точки роста» на базе третий, восьмой и девятый школ. При этом у нас охвачено уже практически 95% по Ахтубинскому району. У нас осталось три школы, не охваченные центром «Точки роста». И я думаю, что в следующем году мы полностью закроем этот гештальт наш, и наши дети со всех школ уже могут иметь возможность заниматься на таком прекрасном оборудовании, в таких красивых классах. На торжественном открытии образовательных центров в День знаний присутствовал и глава Ахтубинского района Владимир Михет. Он поздравил ребят с началом учебного года, отметив, что «Точки роста» – это отличная возможность для каждого школьника проявить свои способности в чем-то новом, при этом научиться всему на современном оборудовании. А оно, по мнению самих педагогов, действительно удивляет. Картинка есть картинка, книжка есть книжка, а руками делать – это замечательно. Так что надеюсь, что все будет. Эмоций много, чистый, светлый, класс. И новое оборудование радует пока. Отметим в составе современного оборудования цифровые лаборатории, ноутбуки, образовательные наборы. К примеру, с помощью микроскопа со встроенной цифровой камерой ребята смогут подробнее изучать строение клетки, с датчиками по физиологии узнать уровень кислорода в крови, а с наборами по химии определить состав водопроводной воды. И на этом еще не все. Все желающие также смогут собрать самого настоящего робота. Перед глазами ставлю препятствие, поставьте. И он уклоняется от этого препятствия, соответственно, едет сначала назад, разворачивается и уходит в другую сторону. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Владислав Лихварь. Ахтубинск ТВ. Пока в Ахтубинских школах открывали точки роста, за парты сели и кадеты. Торжественная линейка в образовательном учреждении началась с исполнения гимна и подъема государственного флага Российской Федерации. На мероприятии присутствовали почетные гости и педагоги. С приветственным словом к первокурсникам и выпускникам обратился директор школы Вячеслав Кузнецов. Сообщается, что после завершения линейки родители первокурсников смогли побеседовать с директором школы и осмотреть казарменное помещение, где был частично проведен ремонт. В частности, в туалете и комнате для умывания. Напомним, по информации регионального министерства образования и науки, в будущем в Ахтубинской кадетской школе-интернате планируется также обновить матрасы и купить новые кровати, а также провести ремонт заборов, ограждений и зданий казармы. Отметим, завершился день знаний для Ахтубинцев тематическими занятиями, поролоновым шоу и не только. Все это ожидало юных Ахтубинцев в городском парке Летный. Там состоялся праздник, который получил символичное название «До свидания, лето, школа, здравствуй». Подробности у нашего корреспондента Илона Сааковой. Не успели школьники обрадоваться наступлению лета, как для них прозвенел первый звонок. За это время дети успели соскучиться по школе. Именно поэтому утром 1 сентября они нарядно и стояли на линейке, а уже вечером их ждал праздник по случаю окончания лета и встречи школьной поры в парке Летный. Ежегодно он превращается в настоящее шоу. Стоит отметить, в этом году был заменен формат мероприятия, прибавились новые локации и конкурсы. По словам организаторов, такое нововведение вызвало гораздо больше отклика у людей и, конечно, у самих школьников. Каждый год мы проводили их традиционно, подстраиваясь под школьные линейки. То есть это было в утреннее время, когда дети шли после уже первого звонка, и также они приходили к нам на мероприятие, также это было много участников, но видите, вечерний формат понравился все-таки больше. Я поздравляю всех нас с наступившим учебным годом, желаю нам всем мудрости, ученикам, учителям, родителям, и, конечно же, нашим школьникам пожелаю легкости, стремления к знаниям и новых побед в учебе. В этот день для ребят работали различные локации. К примеру, игровая пристань. За нее отвечали участники художественной деятельности драматического коллектива «Фаворит». Еще одна увлекательная игровая программа – поролоновое шоу. Благодаря ему ребята посоревновались в меткости и построили высокие башни. На празднике также работали станции «Раскрась, сделай и реши сам». Мы писали примеры для того, чтобы детки их решили и могли получить шарик, а потом пойти на нашу фотозону или же разукрашивать. В этот праздничный день не обошлось и без наград. Юные таланты Ахтубинска заняли призовые места в областном конкурсе детского творчества и при Каспийском телевизионном фестивале-конкурсе юных маэстро. Так, вокальной группе «Незабудки» и образцовому драматическому коллективу «Фаворит» вручили почетные грамоты и медали. Как отмечают сами жители, среди которых не только школьники, праздник прошел весело, и этот день надолго запомнится всем. «Я поздравляю всех педагогов, всех учителей с этим замечательным днем, с днем знаний. Желаю много творчества, новых идей, внимательных учеников, ну и, конечно же, детям, понимать, насколько это веселый и замечательный праздник, и чтобы это чувство 1 сентября, днем новых знаний, сохранилось на всю жизнь». «Во-первых, это праздник для нас, для детей, ну и, конечно, новые какие-то планы, новые стремления, новые цели». «Ну, учителям хороших послушных учеников с хорошими оценками, а детям удачи, ну и тоже хороших оценок». «Первое сентября – начало учебного года, значит, что символично это знания, пускай будут у них знания полученные от добрых, отзывчивых, хороших учителей, чтобы дети были вот именно подкованные в жизни». После завершения Дня знаний в Ахтубинске прошло еще одно праздничное мероприятие, посвященное началу учебного года. Так, в минувшую субботу, 2 сентября на площади Ленина состоялись показательные выступления по воздушной гимнастике. Для гостей мероприятия выступали акробаты, профессиональные артисты цирковой академии из Астрахани, а также местные спортсмены. Для детей организаторы праздника подготовили развлекательную программу, игры, конкурсы, танцы и тематическую фотозону. В то время как специалисты Центральной библиотеки приглашали всех желающих попробовать свои силы в викторине. Ахтубинцы могут написать Всероссийский экономический диктант. Образовательная акция состоится 11 октября во всех субъектах Российской Федерации. В этом году тема диктанта сформулирована как «Сильная экономика, процветающая Россия». Мероприятие направлено на повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценку экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации. Каждый участник получит возможность определить и повысить уровень своих знаний в области экономики. Положение об экономическом диктанте и другие документы, необходимые для участия, можно найти на сайте акции, которую сейчас вы видите на своих экранах. И переходим к другим темам. Ахтубинские волонтеры Центра народной культуры провели антитеррористическую акцию. Она прошла 3 сентября в день борьбы с терроризмом и экстремизмом в городском парке «Летный». Там ахтубинцы вспомнили не только жертв терактов, но и тех, кто отдал жизнь, спасая детей и взрослых. Об этом в нашем следующем материале. 3 сентября – памятная дата, которая появилась в календаре 18 лет назад. Причиной тому стал теракт в Беслане. Тогда в течение трех дней террористы держали в заложниках более тысячи учеников, их родителей и учителей одной из городских школ. В результате погибли более 300 человек, больше половины из них – дети. Теракт в Беслане не оставил равнодушным никого, кто о нем знал. Трагедия объединила страну общим горем. Отсюда появилась и памятная дата, которая стала символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом. Ежегодно к ней приурочивают многочисленные патриотические акции, к которым присоединяется и Ахтубинский район. Одна из таких для муниципалитета стала традиционной и носит она название «Мы против террора». В рамках мероприятия организованы тематические акции. Акция «Белая лента» – символ мира. Каждый желающий может повязать себе на руку белую ленту. Акция «Белый голубь». На это прекрасное полотно с ясным небом можно прикрепить белого голубя, написать самые лучшие пожелания всем людям на земле. Можно принять участие в мастер-классе по изготовлению белого голубя и забрать его к себе домой, как символ, так же мира. Еще одна всероссийская акция, которой смогли присоединиться все гости мероприятия – «Капля жизни». Всем желающим предлагалось набрать воду из чаши в ладони и полить из рук деревья в парке. По словам организаторов, именно таким образом Ахтубинцы могли символически поделиться водой с погибшими. Ведь в период трехдневного заточения жертвы терроризма были ее лишены. Заключительным аккордом акции «Мы против террора» стал хоровод дружбы, как символ того, что все присутствующие помнят и все еще учатся жить в мире, где нет места терроризму. Пусть все люди злились, а не станут с небом. Пусть повсюду звучит только радостный свет. Пусть без слов станет песня понятно для всех. Ксения Маслова, Татьяна Дубинина, Анатолий Калинкин. Ахтубинск ТВ. И в завершении выпуска сегодня вышел в свет новый номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте в издании. Школы распахнули двери. В Ахтубинском районе стартовал новый учебный год. Выдвинули достойных. Определены кандидатуры на звание почетных граждан Ахтубинского района. Нам не забыть их. В Ахтубинском районе увековечили память героев, погибших при выполнении воинского долга. Надежда на жилье. В Ахтубинске началось строительство многоквартирного дома. Здравоохранение. В Астраханской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Заречья. 70-е. Очерк воспоминания Дмитрия Владыкина. Спецоперация 005. Продолжение очерка Владислава Лихваря. Газета Ахтубинская правда рада своим читателям не только на бумажном носителе. Сегодня прочесть все актуальные новости города, района и региона вы можете также в социальных сетях Одноклассники. Вконтакте, Инстаграм, Телеграм, а также на сайте издания, которые сейчас вы видите на своих экранах. А у нас на этом все новости. Будьте в курсе событий. Вместе с Ахтубинск ТВ. Ахтубинск ТВ